Двор превратился в помойку только из-за того, что контейнерную площадку на улице Санаторной убрали. Но большинство по привычке складируют на этом месте бытовые отходы. Местные решили бороться радикально, отгородившись от проблем с забором. Городской дозор продолжит тему. Контейнерную площадку отсюда ликвидировали еще год назад. Но несознательные горожане продолжают выносить сюда отходы, превращая двор в мусорную свалку. Даже предупреждение о штрафе никого не пугает. Бездомные и бродячие собаки растаскивают кучу. А ветром мусор разносят по всему двору. В итоге дети гуляют среди завалов. Дворник, как выяснили жители, обслуживает больше 15 дворов. Вот его на всех и не хватает. Он нас систематически убирает. Ну, сами подумайте, если такие многоквартирные дома, сколько раз он может к нам в месяц прийти? Даже два раза, наверное, у него не получается. А наш двор нужно убирать постоянно, каждый день. И вывозить этот мусор. Помимо своих, мусор сюда привозят из соседних домов, возмущаются местные. Вносят свою лепту за всегда-то и пивной, что напротив. Выход – отгородиться от чужаков. Этот вопрос жители поднимали на совместном с коммунальщиками собрании. Но договориться не смогли. Они говорят, у вас денег на счету нет. То есть ваша очередь в общем котле, куда уходят наши деньги, платежи, то есть подойдет только в 2030 году. А нам зачем вот это все до 2030 года? Жители не так поняли, поясняют в управляющей компании. Благоустройством фонд капремонта не занимается. Эти работы проводятся за счет собственников. На собрании прозвучало пожелание об ограждении придомовой территории. Но дальше слов у жильцов дело не пошло. Первое, что они делают, пишут заявление. Управляющая компания готовит документы, выдает им на согласование. Оформляем протокол в соответствии с действующим законодательством. Далее проводим работы. Сейчас жителям необходимо донести до управляющей компании, какие именно преобразования они хотят видеть в своем дворе. Только исходя из этого коммунальщики смогут подготовить дизайн-проект. После чего уже можно будет вести предметный разговор о сумме затрат. Юрий Шумков, Алексей Богданов, Городской дозор.